Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь пластиковый ящик, видите дырочки в нем, высокая эрация должна дать более благоприятные условия для роста для любого растения. Четвертый момент, этот картофель я посадил, применяя метод деления клуба. Здесь один клубень поделен на две части и посажен в разные части картофеля. То есть один клубень разнесен в разные места. Первое, что мне интересно, мы сейчас вместе с вами увидим, как же проросли корешки у этого картофеля вглубь земли. Здесь, конечно, бедная почка, здесь рядышком растет на фасаде лиана. И лиана, конечно, забирает здесь все питательные вещества. Но тем не менее, какую-то часть питательных веществ должно забирать и из-под ящика, не только из ящика. В ящик у меня насыпан хорошая почва. Честно вам скажу, здесь перегной практически чуть-чуть кусочкой добавлю. Ну, давайте посмотрим, как же она оторвется. Никаких ощущений, что тут были корешки, я не ощущаю. Похоже, здесь просто жили червячки и заползали сюда улитки. Похоже, все корни сохранились в этом ящике. Давайте посмотрим, что у нас под мхом. Под мхом у нас картофель. Раз картофель, два картофеля, три картофеля. По-моему, симпатично. Давайте попробуем посмотреть на весь урожай. Еще раз напомню, это здесь одна картофелина, уделенная на два. На две части. О, здесь есть урожай, похоже. Это мульчу, давайте снимем для наглядности. Вот она, наша мульча. Червячочки. А здесь нет картофеля. Я рассчитывал, везде будет картофель такую. Кстати говоря, похоже, вторая часть поделенная картофеля не выросла. Я одну сюда сажал, другую сюда. Видите, вторая часть картофеля сдохла, похоже. Так что это с половинкой картофеля выросла. А, нет, здесь тоже есть картофельная. И здесь картофельная. Может, вы мне подумаете, что это неправда? Вот эти крышочки отсюда. Они все на крышочках. Подложил я спонбонд. Наверное, он и не дал корешкам прорасти вглубь. Хотя нет, вон они, корешки. Вот они, корешочки. То есть, кое-что все-таки проросло. А вот он ящик. Такой небольшой ящик. Я его и посадил. Где же они там, эти корешочки? Это он картофель. Похоже, все-таки один куст. Да, вторая, похоже, не проросла. Давай, сюда ее складывай. Урожай. Вот он, картофель. Ну что ж. Как ты думаешь, сколько есть килограмм? Больше двух с половиной. По-моему, больше трех. Давайте взвесим. Так. Уложим ящик обратно. Посчитай. А то скажут, что ты добавил. Так, все-таки. И считаем. Итак. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, один, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать картофель мы все крупненькие. Выкачивать я пропустил. Но это несущественно. Давайте попробуем взвесить. Значит, ящик весит полкило. Давайте взвесим вместе с ящиком. Ну, без ящика получается две семьсот пятьдесят. Почти три килограмма картофеля из половинки. Мне кажется, нормально. Жалко, что старая сдохла. Видимо, было бы больше. Почему неудачный опыт деления клубни, я поясню. Дело в том, что я поделил клубень перед посадкой. А это ошибка. Если вы хотите применить метод посадки делением клубня, его делить надо вот сейчас. Выкопали, провеяли, на солнышке подсушили, разделили клубень пополам, делив пуповину от маковки. Как вы помните, большинство ростков на маковке появляется. Если разделить, то тогда количество ростков сравнивается количество ростков на маковке с количество на пуповинке. Вот оно, пуповинка. Ну, это легко объяснить, почему так. Потому что клубень хочет от материнского растения пустить ростки как можно дальше. Поэтому на части с пуповиной ростков значительно меньше, а бывает и вообще не бывает. Еще хочу пару слов сказать по поводу вертициальной грязи. Похоже, видите, это фактически все то же самое было применено, что и с посадкой... Здесь картофель мы покажем, но это на ботла. Правда, вот сверху помидорина. Применен был метод капельного полива, вот видите, капает. Давайте покажу. Поповольше, как поменьше. Но такой ботлы здесь не было. Почему здесь такой ботлы не было, я расскажу в следующем видео, которое будет посвящено итогам этого эксперимента с вертикальной грядкой. Если видео вам понравилось, то подписывайтесь и смотрите другие видео на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!